Трансферная кампания Трансферная кампания Трансферная кампания Трансферная кампания Трансферная кампания Ну, соответственно, посмотрим, как получится у него в «Локомотиве». Ну, да. Ну, я думаю, что получится, потому что Кашков прибавил очень прилично. То есть все помнят его связку с Красковским, который остался. Я думаю, что и Красковский тоже оживет, хотя и сейчас он нормально смотрится. Ну, там достаточно молодых игроков. Тот же Алексеев, да, центральный нападающий. С которыми, допустим, Кашков, я думаю, что не то, что конкурировать, но это центральная ось у «Локомотива» просто еще сильнее станет. Давайте самого Кашкова послушаем. Данил Колшев связался с ним и обсудил это возвращение. Я для этого приехал, чтобы не на второй роли быть, а становиться лидером и помогать не только на льду, но и в быту. Кому-то может чем-то подсказать, если тот спросит. Так, в целом, я думаю, что уже пора выходить на лидерские позиции. Ну, в Ярославле всегда была амбициозная команда. И как бы одна цель была, чтобы завоевать кубок. И я думаю, этот год как бы не исключение. Каждый год стремимся завоевать кубок. И я думаю, тут очень давно ждут его. Поэтому мы сами хотим уже выиграть. Это был Егор Коршков. Леонид, у вас какие впечатления от возвращения Кашкова? Ну, человек очко за игру, вы прям набираете. На самом деле, я хочу сказать, что с точки зрения тренеров, менеджмента, это всегда очень приятно, когда такие подарки неожиданные вдруг приплывают. То есть, ни с того, ни с сего. Они же наверняка его вообще не ждали в этом году. А тут вдруг ситуация такая. Обычно бывают, правда, такие новости со знаком минус. Кто-то вдруг уезжает неожиданно, а здесь друг неожиданно приехал. Так что руководство Локомотива можно поздравить с таким приобретением. Да, действительно, потому что у Кашкова в АХЛ самый лучший плюс-минус в команде, как для центрального падающего. И надо сказать, что это самый высокий выбор драфта, 31 номер, во втором раунде для Торонто, для российских игроков. Потому что, опять же, от Кашкова, и сам Торонто это показал, ждут очень многого. В дальнейшем самое главное, что ему сейчас есть что доказывать, потому что для того, чтобы вернуться в АХЛ. Ну, где-то прибыло, где-то убыло. И если Кашков пополнил состав Локомотива на этот сезон, то с Александром Лазушиным, вратарем, Локомотив расстался. И, как мы знаем, что Лазушин сейчас поет пробоваться, как и многие другие, в Кунь-Лунь. Но сам факт расставания с Лазушиным в Локомотиве, наверное, понятен. На Сочинском турнире сейчас мы видели и Паскуалии, и Акаряк, и Исаев, плюс еще Коновалов есть. Может быть, еще кто-то из галкиперов сейчас будет Локомотив покидать, как вы думаете? Покидать? Я думал, пригласить еще двух-трех. Не-не-не, но вот с Лазушиным уже расстались. Может быть, еще кто-то также будет Локомотив освобождать? Ну, остальные-то они молодые. Там же только Паскуалии. Остальные все молодые. И я думаю, что... Правда, непонятно, где Коновалов, потому что он не участвовал в этих играх в Сочи. А вообще, мне кажется, там с Кобелки придется голову-то поломать на тему, кто у него там в воротах будет играть. Потому что у него очень хорошие вратарьи. Вот эти ребята перспективные на турнире в Сочи на этом играли тоже очень хорошо. Мне понравилось. Ну да. И, кстати, Лазушин-то уже выступал за Кунлуни, и он действительно... Китайский знает. Да. Там один Шамангрубец, скорее всего, останется в воротах. Я среди иностранцев. Так что Лазушин получит свое время. И, понятное дело, что 4 вратаря, то и 3, тут Исаев заиграл на турнире, мы видели очень хорошо. Плюс Пускуали пришел. Естественно, Коновалов никто не скидывает со счетов, потому что тоже будет играть. И, понятное дело, что Лазушин... Даже если бы низко матчей сыграл для его возраста, для его, скажем, статуса, это слишком мало. Столько матчей. Но в эти дни чистят свои ряды не только Локомотив, но вот еще и Авангард. Мы не раз уже говорили, что многовато, кажется, Авангард набрал игроков таких силовых, габаритных, куда-то вот в четвертое звено. И, действительно, Авангард стал расставаться. И через список отказов был расторгнут контракт с Евгением Грачевым, с нападающим. Почему именно с ним, Алексей, как думаешь, а не вот... Мы перечисляли эти все фамилии. Почему именно с Грачевым? Ну, во-первых, изначально, если посмотреть на его игру, то мы, когда прошлый сезон его рассматривали, он в автомобилисте играл, в торпедах. Кстати, лучший свой сезон выдал. Высокий парень, габаритный, но, скажем так, мягковат для его. Если взять, у него техника и, наверное, все-таки руки наподобие Кадейкина из Салат Юлай. Потому что, когда Кадейкин уходил, там, про него, опять же, квартально, когда Локомотив был, говорил, что парень невероятно одаренный, здоровый, да, ну, просто нужно ему дать возможность. И у Грачева примерно то же самое. Но сейчас у Авангарда достаточно много однотипных вот таких игроков в четвертое звено. И мы видим, что у Грачева просто... И по последнему сезону, да, он один из лучших по силовым приемам. В плей-офф лучший по силовым приемам. Он прибыл. Да, вот я про что говорю. Вроде бы изначально мы смотрим, что на него вроде мягковат какой-то. А так по статистике он достаточно серьезно может в прессинг сыграть. Но вот этого оказалось недостаточно. И пригласив, опять же, Никита Комарова, того же Дедунов, есть уже Потапов. И я не думаю, что это первое, скажем так, отчисление из Авангарда. Потому что дальше будет. Надо и потолок тоже смотреть. И опять же, очень много однотипных нападающих именно в четвертое звено. То есть, условно, Дедунов лучше, чем Грачев? Ну, он больше, скажем так, вариативный игрок, да, который может в меньшинстве сыграть. Потому что Грачев, да, пробовался. Ну, опять же, из того, что на данный момент есть, я думаю, что тренерские штабы и менеджмент отталкивались. Мы подождем, что теперь будет за Грачевым. Куда он отправится? Давайте к приобретениям теперь уже перейдем. И Рижская Динамо продолжает комплектовать свой состав. И очень интересный, ну, по крайней мере, по имени и по статусу своему подписанию, канадский нападающий Джей Си Липон. Он, вот, так вот, он трогательно где-то на вокзале, но не в Хогвартс, а в Ригу. В шляпе собака. Кто не понимает, как по-английски, что там написано, 48 часов были сумасшедшими. И собирается он таким образом уже в Ригу, в Латвию, в Шляпе. Он упрощался, как будто навсегда. Он куда едет? Он знает вообще, куда он едет? Такое впечатление, что он в отпуск собрался. Нет, а фотографии еще есть он с семьей тоже со всей... Я говорю, да, надолго едет парень. Да, ну, новичок из Канады выступал в фарме Виннипега последние несколько сезонов. Статистика, там, по очкам в районе 30, плюс-минус каждый сезон штрафное время. Больше 100 минут в каждом из последних сезонов. Леонид, можно ли сравнить его с кем-то, может быть, из канадских тавгаев, которые уже в нашей лиге играли? Сложно сказать. Слушай, у него 100 минут. Может, он разговаривал с судьями на 80? Нет, это, конечно, шутка. Я думаю, что это вообще такая, если серьезно, для менеджмента это очень непростая задача найти человека, который может сбросить с перчатки, но чтобы еще немножко в хоккей умел играть. Потому что обычно либо одно, либо другое. И, судя по его статистике в АХЛ, это очень может быть именно тем случаем, о котором мы говорим. Если это так, то мои поздравления Петрису. Я доволен, потому что, на мой взгляд, это один из самых таких интересных приобретений вообще в АХЛ межсезонье. И то, что именно Петрис Судера его пригласил в свою команду, зная Петриса, опять же, зная вот этого парня, который второй бомбардир своей команды стал в минувшем сезоне. Кстати, одноклубник Андрей Чибисов, который магнитку перешел, тот седьмой бомбардир. Но вот эти 100 минут, которые у него есть, они, конечно, говорят, там драки. Он с Евенко дрался и с Сергеем Байком. Он постоянно на острие, постоянно провоцирует своим движением. Такой острый нападающий, действительно, который может и сыграть, и забить, опять же, по статистике, и подраться. Он даже в Антарио-Хоккеле, когда играл, тоже у него за 100 минут. Он за молодежную сборную Канады, когда играл, только тоже больше всех штрафных минут, хоть очков не набирал. С ним играл Камара, который в чемпионате Германии играет. У него только больше. То есть парень невероятно интересный. И, опять же, я говорю, за Динамо Рига в этом году только из-за него будет интересно смотреть. А драк-то будет с Байковым, опять же? С Байковым или нет, но я думаю, что мимо он проезжать не будет точно и будет цепляться за каждый момент, чтобы выяснить отношения. Дай бог, чтобы он оставил вот эту свою игру, опять же, зная то, какой характер хочет Петер Эскудер привнести в Динамо Рига. Я думаю, что он невероятно полезный будет. Судя по внешнему виду, в шляпе все может быть. Настоящий ковбой. Ну да, Липон в шляпе, а с гитарой или без, не знаю. С собакой. Нет, с собакой понятно. С гитарой другой человек сейчас в Риге. Это Мэтью Майоне. Вот, можно сказать, уже легенда матча звезд. Он из ириджского Динамо в свое время на матч звезд вызывался. Не из-за того, что поет, а из-за того, что играл результативно. Но потом, следующий сезон, Кунелун, Минск. Тот сезон, это был у него, ну, прям вот такой Эверест, к которому он не может приблизиться ближе. Знаете, когда Майоны подписывали в Ригу, кто-то даже смеялся. Потому что три сезона из-за сходства, да, и, понятное дело, что может быть не того уровня. Но, когда он перешел в чемпионат Словакии, он стал лучшим защитником Словакии и своей, естественно, команды. А потом он перешел в чемпионат в Финляндии и там стал лучшим защитником чемпионата в Финляндии. Правда, плей-офф уже был звоночек. Я имею в виду чемпионата в Финляндии, когда он достаточное количество очков набрал, но минус 6 у него было. И тут уже было понятно, что для Риги такой, знаете, ансэфити пик, как мы говорим. Он так и показал. Он стал вторым защитником в КХЛ после Дарина Дица и Но. Вот, опять же, по статистике, он очень много привозил себе. То есть у него там порядка 30 ошибок невынужденных, которые приводили к заброшенной шайбе. Поэтому здесь ему пришлось... Он получил хороший контракт к Кундуне, сделал операцию, насколько известно, там у него травма была, и форсирована была подготовка. И в Кундуне он просто показал все свои худшие качества в плане того, что из-за него забивали достаточно много шайб, и, соответственно, пришлось Кундуне с ним расстаться. Опять же, на просмотр в Динамо Минск там не подошел. И вот я считаю, что для Майона сейчас... Он, в общем, усилит сейчас Ригу. Нет, для Майона сейчас последний шанс закрепиться в этой лиге. Может быть, это вот эта травма тогда, из-за которой он оперировался, так испортила ему сезон? Ну, а дальше-то, в принципе, он восстановился после травмы. Опять же, был Минск, опять же, в Ригу приехал, и не так. Я думаю, что сейчас просто у Риги не так много защитников. Мы говорили про Элиса, там, Мамчис сейчас, этих всех ребят. И поэтому нужно посмотреть, действительно, закрепится он или нет, как-то может усилить или нет. Ну, я говорю, Петерес не прощает таких ошибок, если вдруг Майон начнет себя привозить. Если честно, он вообще на хоккеиста не похож. Как он столько очков набирает, я говорю, для меня это вообще откровение. Ну, интересно, посмотрим. Ну, вот, Алексей говорит, что не очень понятно все с защитной линией в Риге. А, смотрите, динамовцы подписали сейчас из Хабаровского Амура чешского защитника, он же Витасика. Витасика, да? И вообще, ну, как мне кажется, вот мы сказали Элис, Витасик, потом там Сотникс, Зили, Молодые. Мне-то кажется, что наоборот, вот с подписанием, например, уже на полноценный контракт вот этого чеха, как-то линия-то обороны уже вырисовалась у Динамо, Леонид Четовы-Дмитриевич. Ну, то есть, с такими защитниками можно и Майона уже подписывать, я понял. Идея такая, то есть, кто-то впереди же должен бегать. Нет, на самом деле, Витасик, конечно, очень хороший защитник для Риги, я считаю, что это усиление. Что касается, все-таки, наверное, он как раз обеспечит в обороне порядок, в отличие от Майона. Нет, Витасик, он все-таки показал и в игре, и в Кунгуне, когда только пришел в нашу лигу, что он ограниченный защитник, и каких-то сверх от него результативной игры не стоит ожидать, потому что он там в игре был. Для этого Майона есть. Ну, ладно, Майоны, опять же, непонятно, как заиграет или нет, но вот что касается Витасика, то, скорее всего, он просто устал уже от этих перелетов, и было понятно, что с Йорданом ему как-то состязаться, да и нужно ли, да, уже ясное дело, что хочется поближе к дому сыграть. Для него Рига, я думаю, что хороший вариант, и для Риги тоже такой надежный, хороший защитник, который, ну, вроде бы, с одной стороны силового плана такой, да, ну, с другой стороны смотришь по статистике, он не самый такой хитовый, да, защитник по сравнению с тем. И просто если посмотреть, вот эта чешская бригада в Амуре, там, братья Загорна, плюс Йордан, как только нужно вытаскивать матчи, так эти ребята впереди. Витасика не видно почему-то. То есть он достаточно такого среднего уровня легионер даже, да, и игрок. Поэтому для Риги, я думаю, что вот именно в плане надежности он как раз. Ну, соответственно, чешская диаспора в Хабаровске не обеднела с уходом Витасика, поскольку Амур достиг договоренности о подписании контракта с другим чешским защитником. Это Доминик Машин достиг договоренности, ну, как в самом Амуре говорят, это вот проблема как раз-таки визового характера, что он не может приехать, чтобы окончательно все официально подписать, но это вот вопрос вот этих всех документов. Ну, мы видим подборку моментов с его участием. Четыре года в системе Тампы он провел в АХЛ, ни разу наверх не вызывался, и для него, наверное, понятно, почему он решил оттуда уехать, раз шансов все равно не получает. А вот не смущает то, что его и правда ни разу не поднимали наверх, ни разу не вызывали. То есть какие-то сомнения относительно его качества игры, видимо, есть. Ну, так его в НХЛ не вызывали. Майон это в АХЛ даже не вызывали, однако он там, он феерит. Поэтому все может быть, почему нет. Ну, он когда пять лет назад, он был капитаном юниорской сборной Чехии, был капитаном молодежной сборной, то есть уже изначально себя проявил. И уже пять лет назад уехал в 18-летнем возрасте за океан, в Антаре Хоккейлик выступал, был лучшим защитником. То есть прогнозировалось, что он вырастет очень хорошего такого, ну, скажем так, ролевого игрока и защитника, который везде будет успевать. Но вот действительно этого не получается. Да, он моложе Витасика и где-то можно, скажем так, рассчитывать на то, что он с Йорданом такую пару составит достаточно неплохую. Но, опять же, он в основной сборной не вызывался еще до сих пор. То есть мы говорим про молодежную юниорскую. В основной, то есть на чемпионат мира его не приглашали. Это, как говорится, непонятно, что вырастет из этого. Ну, в общем, есть сомнения на самом деле. Ну, есть, но, опять же, мы не можем предугадать. Но, опять же, если нашли замену именно чешской... Ну, самое главное, чех, да? То есть там своя специфика, да? И в Хабаровске любят именно чешскую диаспору. Да. Ну, а воспитанник Хабаровского хоккея Дмитрий Лугин подписал сейчас просмотровый, опять же, но все-таки контракт с подмосковным Витязем. Ну и, как всегда, когда вот о таких просмотрах речь идет, мы пытаемся предугадать, станет ли Лугин полноценным игроком Витязи или нет. Поэтому, Леонид, в чем преимущество Лугина по сравнению с конкурентами? Что может ему помочь подписать полноценный контракт? Да, откровенно говоря, я вообще удивляюсь, что он работать найти не может. У него очень хороший бросок. И вот в Куни там так быстро разобрались, прям за два дня, они его прям сразу освободили. Для меня это вообще удивительно. Для меня вот удивительно не то, что он там на просмотровом, а то, что он вообще, мне кажется, качественный игрок. Правда, надо отдать должность, что в Сочи в том году у него не самый, может быть, лучший сезон в карьере был, но, в принципе, игрок хороший. У него минус 13 в прошлом сезоне. Действительно, Лугин тот нападающий, лучший новичок, кстати, 2012 года КХЛ. Так что вот в Амуре у него один из лучших сезонов был. И в Адмирале он тоже неплохо набирал очки. Но сейчас уже 30 лет, понятное дело, что уже, может быть, не хватает той энергетики, которая требуется от игрока именно такого класса. Потому что он такой достаточно мобильный игрок. И требует к себе, чтобы у него было постоянно большинство. Получит он в Витязи или нет. Но, опять же, просмотровый контракт – это ничего лишнего. Парень бизнес. Ну, не подошел, не подошел. Достаточно легко с ним расстаться. Следующую новость с нашей любовью к обсуждению просмотровых контрактов мы, конечно, не могли пропустить. Потому что после месяца с лишним на таком пробном соглашении в полноценный контракт превратился договор Никиты Бобришова, который теперь стал игроком Нижегородского торпеда. Почему это произошло, давайте нам Дэвид Немировский, главный тренер команды, сам сразу и расскажет. Я думал, что он пришел сюда на просмотр, да, начал с команды ВХЛ. Был один травм, и поняли, и он доказал, что его шанс надо давать. И сразу решили пописать его. Какие стороны можете отменить? Какие стороны? Видно, что хорошее катание, крепкие и надежные, там играет хорошая оборона. Ты был Дэвид Немировский. Человека, в принципе, берут под команду высшей лиги, да, а он так убеждает, что давайте мы его прям в команду КХЛ возьмем на полноценное соглашение. Так часто бывает вообще? А вот бывает тренеру что-то такое, что-то увидел там в нем, может быть, ему нужен вот именно такого плана человек там. А потом Немировский, у него такой вообще своеобразный взгляд на вообще эту всю, так сказать, систему подготовки. Может быть, он как-то отвечает его требованиям, посмотрим. Да, но много как раз торпедо таких игроков на просмотровом контракте. И сейчас пришло время уже подписывать, да. Там, кстати, уже некоторых расторгах. Если посмотреть, да, ну что касается Брешова, чемпион высшей лиги, да, с Динамом Балашиха, вот с тех пор он запомнился. Запомнился в «Адмирале», не забросил всего одно набранное очко, но он один из лидеров по блокированным броскам. Вот про это Дэвид, наверное, и говорит Немировский. То, что надежный парень, который... Хорошее катание для торпеды – это очень важно. Да, и если посмотреть на защитников, там у них Остин, там Вайдман, да, это легионеры, которые пришли, остальные, там Мишарин. Он в топ-6, ну, он всегда пригодится, скажем так. Из тех игроков, из пулы, которые были, скажем так, вот за топ-6, вот Брешов показал себя лучше всех. Ну что, посмотрим, как он себя проявит. Контракт теперь уже полноценный. А давайте его, кстати, самому послушаем, да, что же он сам нам рассказал после вот этого оформления договора. Ну, персональный, в первую очередь, помогать команде, сыграть полезно, вот, а по личным целям, то есть, ну, как получится, сыграть максимально надежно и набрать очки. Свой переход в торпедо расцениваете как, ну, шаг вперед в карьере, может быть? Ну, конечно, да, для меня это новый вызов проявить себя, как бы. Буду стараться проявлять себя максимально. Это был Никита Брешов, защитник торпедо. А дальше у нас целое непаханное поле под названием Кунь-Лунь Ред Стар. Мы все знаем, в какой ситуации находится команда. Там, в связи вот со всеми этими закрытыми границами, проблемами с визами, документами, в команде, которая базируется сейчас в мытищах, нет вообще легионеров. То есть, все вот китайцы, все североамериканцы просто не могут приехать, не может их клуб заявить. В этой связи, там порядка 30 контрактов просмотровых. В список из этих 30 попало большое количество российских игроков. И, в общем-то, ну, такой план Б команды Кунь-Лунь. Если действительно вот сейчас к началу сезона границы не откроются, визы люди не получат, Кунь-Лунь будет начинать сезон таким вот российским составом. Все безработные российские хоккеисты, в общем-то, уже сейчас пробуются. Некоторых уже Кунь-Лунь очистил. Любимый игрок Леонида Вайсфельда Константин Глазачев не подошел. Я возмущен вообще. Не подошел к команде Кунь-Лунь Ред Стар. Но, тем не менее, там битва за место еще в самом, скажем так, разгаре. Давайте выделим некоторых игроков, которые могут стать игроками Кунь-Лунь Ред Стар в новом сезоне. И, в частности, например, Илья Крикунов, нападающий, которому 36 лет. Вот вы бы, если бы временную такую команду собирали, вы бы взяли такого возрастного игрока? Алексей, это сейфти-пик. Да. Ну, Илья Крикунов, ты понимаешь, что ты получаешь. Подписывая Илью Крикунову, ты понимаешь, что ты получаешь там. Я думаю, что 10-15 очков, если он будет играть, он наберет. Давайте скажем про Илью Крикунову. Сначала он был капитаном Сочи прошлого сезона при Зубове. А потом уже смена тренерского штаба произошла. Пришел Андреевский. И Крикунов не остался, скажем так, в своем практически родном клубе, за который он несколько лет выступал. Да, была там командировка. Но все равно он как бы свой человек в доску. Да, там, лидер 36 лет все-таки. Один из самых опытных. И потом уже в Слават Юлаеве там хоть и очки набирал, да, и не всегда подключался в состав. Но вот свое, как говорится, дело-дело. А в плане того, насколько он пригодится Куннуне, тут по Куннуне такая ситуация, что уже изначально всем тем игрокам, которые пришли на просмотровый контракт, дали понять, что может быть 5-6 человек останется. Вот из этой бригады в 30 человек, да, ты сказал, примерно. И если вы готовы биться за эти 5-6 мест, то, соответственно, вы должны показывать не только там в игре, на тренировке, да, но вообще в жизни, что как вы хотите. Потому что сколько было таких случаев, когда, ну, вот в НХЛ сколько было, да, когда, там, убирает составы, даже если ты хорошо сыграл, шайбу забил, и смотрит на то, как ты реагируешь. Идешь ли ты в зал, ты крутишь велосипед и так далее. Вот здесь примерно такая же ситуация. И, насколько, опять же, мне известно, в Куннуне, пока вот они сейчас с Ветизем сыграли, очень хороший матч, то есть такой, достаточно по булитам проиграли, но, там, доктору мало кто обращается. То есть, ребята спокойно работают, молодые особенно. И, конечно, в них доктор обращается. Ну, так вот бывает, что там кто-то подходит и говорит, а, знаете, я не могу там сегодня тренироваться, там, или бежать, или еще что-то, ну, у меня там проблемы с чем-то. То есть, все боятся, ну, не то, что потерять работу, да, а потерять доверие среди тренеров и так далее. Ну, то есть, работа идет вот в таком направлении. То есть, Леонид, просмотровые контракты все равно делает свое дело. Они вот в этом отношении. Леонид не любит просмотровые контракты, а я, как бы, считаю, что это наоборот. В данной ситуации, при пандемии, и игроков много, нужен материал, чтобы выработать вот это, вот тех игроков, тех мужиков, которые реально будут биться за состав и по ходу чемпионата. Хотя, опять же, останется только 5-6, когда решатся вот эти проблемы с визами. Я не то, что посмотрю, не люблю. Я не люблю формы, в которых написано там очень много, так сказать, для подводных камней, скажем так. Я вот о чем хотел сказать, применительно к Кунь-Луню. Они набрали очень большую группу вот этих вот российских игроков, которые достаточно мастеровиты, и, в принципе, они все, ну, теоретически могут претендовать, ну, не все, многие, на первое-второе звено. А так как я представляю себе, что Алексей Ковалев в уме держит лидеров этих канадцев, поэтому и вот этих вот ребят, там, ну, условно, там, Лугин, там, я не знаю, этот, Глазачев, там, они их прямо очень быстро освободили. Меня, кстати, вот этот момент тоже смутил. Они там прямо за 4 дня разобрались с этими игроками. То ли они приехали в очень плохой форме, ну, чтобы понятно было, что они в состав не пройдут, то ли там какие-то у них свои соображения. Другой вопрос, что это чревато. А вдруг не смогут они привести вот эти подвиги? Свои соображения, Леонид, свои соображения. Ну, я говорю, опять же, вот сейчас Кунь-Мунь, до 25-го числа, августа, им нужно примерно определиться уже с теми, с кем они идут дальше, то есть с кем подписывать полноценный контракт. Остальных, естественно, будут отчислять. Тут нормальная ситуация. И поэтому здесь нужно смотреть, для какого звена нужно. Если мы говорим там про Глазыча, про Лугина, это люди, которые будут играть первым звенем. Давайте посмотрим, там 15 человек, по идее, должно это все на уровне МИДа решиться, да, потому что рабочая виза, да. Кручинин, ну да, мы сейчас про него поговорим. Да, давайте сразу, потому что мы вот так сейчас в рассуждение пустили. Давайте еще посмотрим, кто же еще там есть сейчас на просмотрах. Вот сейчас, действительно, Алексей Кручинин, в отличие от Кирканова, уже помоложе нападающий, вызывался в свое время в сборную из трактора как раз. Почему вот опять человек не сумел никого заинтересовать этим летом? Ну, мне кажется, вот ему, скажем так, испортило немножко ему не карьеру, да, карму хоккеиста. Вот эта поездка в Петербург, потому что он не смог пробиться в состав, и плюс еще потом за высшие лиги, за высшую лигу за Сканиу играл, и тут вернулся в трактор. Ну, что сказать, Кручинин на данный момент, я думаю, что в состоянии закрепиться в составе, то есть он старается там, хорошо себя показывает. Сейчас, кстати, будет турнир Пучкова в Петербурге, и там, опять же, и по Крикунову будет решаться вопрос, и по тому же Кручину, и по остальным ребятам, которые на просмотровом контракте. И Кручинин в свое время, даже когда выходил из трактора, думал уже продолжать в Европе где-нибудь, да, в каких-то непонятных, скажем так, лигах, для нас, по крайней мере. Ну, вот как только появилась возможность себя проявить, остаться, во-первых, в России, и проявить себя дома здесь, и тренировки, опять же, и сейчас вот на турнире себя покажут, я думаю, что Кручинин без работы в КХЛ не останется. Ну, вот Кручинину, мне кажется, только на просмотровый контракт надо подписывать, потому что здесь вообще непонятно, что вы получаете, просто непонятно. Вот еще одна удивительная фамилия из списка вот этого, который сейчас просматривается, это фамилия Пивцакин. Никита Пивцакин, защитник, тоже прекрасно всем известный по выступлению за Металлург, за Авангард, за другие клубы. С ним-то что не так? Почему Никита сейчас этим летом оказался никому не нужен больше? Ну, как раз Воробьев-то и объяснил, почему с Пивцакин, который по ходу сезона из Авангарда перешел, там понятно, что у Бобы Хартли своя какая-то песня в голове, и он уже определил тех шесть защитников, в которые Пивцакин не вписывался. Но вот опять же, получив много времени, особенно поначалу, вернувшись в Магнитогорск, Пивцакин выдал, ну, скажем так, не сумасшедший плей-офф, но три набранных очка. Один из лучших бомбардиров вообще команды, там, после Мазякина, да, и Пивцакин здесь с Минулиным, с тем же, который остался, но более молодой, он неплохо в плов сыграл, они набирали очки. Но вот опять же, как Воробьев сказал, что у нас атакующие защитники и так пришли, нам нужна более надежная игра в обороне, вот, и Пивцакин под эту концепцию, он не подходил. На мой взгляд, из тех освободившихся защитников, вот, последний месяц, например, Пивцакин это самый такой лакомый кусочек для клубов вообще был, потому что мы говорили там про Ригу, про еще другие клубы, которые еще только-только набирают состав, и вот Пивцакин, я думаю, что он тоже останется в Куймуне, и он такой защитник, который может и в обороне сыграть, и в атаке. Да, почему не заинтересовал, там, не знаю, Салават Юлаев, еще ряд команд, у которых, наверное, есть сейчас вопрос. Я думаю, что проблема в одном, там, соотношение цена-качество, он очень дорогой игрок, и за эти деньги никто не захотел иметь такого защитника. Если бы у него там раза в три зарплата поменьше была бы, я думаю, что с удовольствием много клубов бы желающих на него было бы. Ну, многие, кстати, менеджеры, да, знают вот эту ситуацию, изначально, когда агент звонит, предлагает услуги своего игрока, и, естественно, сначала самая высокая цена, торговля начинается, да. Не, ну, мир изменился, мне кажется, они просто немножко за рынком не успели, я имею в виду Певцакин, его представитель. Да, сейчас в Куймуне получат зарплату, да? В Куймуне, да там небольшие контракты вообще. Ну, там у меня есть дело, все. Ну, если интересно, сейчас в этом списке на просмотре у Куймуна не только россияне, но, например, еще и Белорус, Александр Китаров. И, ну, казалось бы, Китаров, ну, наверное, где-то на родине тоже мог бы пригодиться. С ним-то, с ним-то что, опять же, почему в Белоруссии Китаров не нужен, едет в Куймуне? А тут интересная ситуация с Китаром. Он, да, у него там неудачный прошлый сезон, всего 18-й бомбардир по набранным очкам Динамо Минска, представляете, 6 набранных очков. Но я думаю, что он бы остался в Минске, но вот Минск, насколько поздно, да, стал формировать состав. И вот эта вся ситуация в Белоруссии, которая с закрытыми границами и так далее, все прекрасно ее знают, она помогает сейчас Куймуне. Потому что Китаров, он, скорее всего, пока будет, опять же, на турнир поедет сейчас в Петербурге и останется в составе. Потому что Куймуне нужно такое сдерживающее звено лидеров именно. И Китаров как нельзя лучше к этой роли больших, крупных нападающих, которые будут копать, держать шайбу, в меньшинстве играть. Китаров подходит как нельзя лучше. Поэтому я думаю, что для Куймуне это хороший вариант. Я думаю, что как раз у Китарова очень высокие шансы остаться. Потому что, как Алексей сказал, это игрок такого плана, которых, наверное, Куймуне не ждет из этих канадцев. Ну да, там приедут, если приедут первые два звена среди канадцев, это все атакующие ребята. Действительно нужно как-то размазать состав. Даже по опыту прошлого сезона с Фрейзером, когда команда играла, ну там такие матчи выдавали, могут вести крупно и проигрывать тут же. Это говорит о том, что нету таких ребят, которые действительно знают, как в КХЛ играть. Потому что приезжают канадцы, приезжают иностранцы. Они, понятное дело, что каждому хочется свои лучшие качества показать. А вот как правильно сыграть на команду и в обороне, и в том числе и в меньшинстве. Потому что все-таки те, кто с опытом в КХЛ, они уже знают сильные стороны любого игрока в КХЛ. И знают, что нужно против него делать. Вот именно такие игроки, как Китаров, с таким опытом, они пригодятся в этом сезоне именно Куймуне. Ну, а можно, конечно, игроков на просмотровых контрактах в Куймуне перебирать и дальше. Но давайте пока остановимся. На этом подождем еще некоторое время. Может, еще кого возьмут на просмотровых. Может быть, да. Может быть, 25 число уже скоро. Люди подъедут. Давайте напоследок еще один трансфер обозначим. Финский нападающий Йонас Нятинен перешел из Витязя в Северсталь. И, ну, понятно, я думаю, что для Северсталь это усиление. Мы видели Нятинена и в «Нефтехимике», еще в «Витязе», соответственно, до этого. Меня больше здесь интересует то, что Нятинен становится для Северстали шестым легионером. И все шесть легионеров – это полевые игроки у Северстали. И меня вот несколько удивляет, что команда уровня Северстали набирает себе шесть действительно легионеров. Почему? То есть в чем вот смысл взять шесть легионеров, чтобы кто-то один все время сидел на лавке? Леонид, как это объяснить? Объяснить на самом деле сложно, потому что, с моей точки зрения, философия следующая. Если ты берешь легионеры, это должен быть ведущий игрок. Если ведущий игрок, соответственно, он должен играть. Так теоретически предположить, они могут сказать, что у нас эти легионеры недорогие, допустим. Ну, а тогда зачем они вам, если они недорогие? Сложно сказать, что ты там Андрей Разин задумал. Ну, видимо, да. В ком-то не уверен. Или что-то, так скажем так, происходит, что, может быть, мы еще пока не знаем. Нам обязательно сообщат, да. Потому что для Северстали шесть легионеров действительно такая роскошь. Что касается Нятина, то всего три матча он сыграл. Опять же, на мой взгляд, да, у него хорошая тройка была. Когда в Нижнекамске они играли с Пустининым, с Роухомой вместе. Он третий бомбардир. Но после того, как перешел Витязь, он, скажем так, в среднем достаточно сыграл. Особенно в плей-офф. Его после третьей игры, когда 0-6 сгорел Витязь, он четыре минуты штрафа набрал. Его просто убрали из состава. Тут было понятно, что он Витязи просто не нужен. Да, ну, как говорится, не пошло у него Витязи, да. И здесь, я думаю, что Андрей Разин его видит действительно вместо кого-то. Шесть легионеров держать не будут. Проверим. Проверим эту нашу догадку. Но уже в наших следующих выпусках пока сегодня на этом останавливаемся. Ждем новостей, которые будем обсуждать уже в следующий раз. Сегодня благодарим наших экспертов Леонида Вайсольда и Алексея Бадюкова. Меня зовут Андрей Юртаев. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok